81 год освобождения Сталинграда. Хроника событий. Какие изменения ждут голубые озера в Казани? Рассказываем, как прошла премьера сериала «Прелесть» в Казани. Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Аделина Абдрахманова. 2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва. Сражение, которое изменило ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Битва началась 17 июля 1942 года и делилась на два основных этапа. С июля по ноябрь оборонительные бои, с ноября по февраль контрнаступительная операция «Уран». В результате советским войскам удалось окружить и уничтожить значительные силы Германии и ее союзников. Подробнее о ходе событий узнавал наш корреспондент. Овладение Сталинградом было очень важным для Гитлера по нескольким причинам. Одна из основных заключалась в том, что Сталинград – крупный промышленный город на берегу Волги, вдоль которого пролегали стратегически важные транспортные пути, соединявшие центр России с южными областями СССР, в том числе Кавказом и Закавказьем. Таким образом, захват Сталинграда позволил бы Германии перерезать жизненно необходимые для Советского Союза водные и наземные транспортные коммуникации, надежно прикрыть левый фланг наступающих на Кавказ сил и создать серьезные затруднения со снабжением для противостоявших им частям Красной Армии. Ну и, наконец, захват города, носившего имя Сталина, главного врага Гитлера, стал бы также и идеологической победой Германии, воодушевив солдат и население Рейха. Таким образом, решались важнейшие задачи. Это выйти в Сталинграду, это прежде всего перерезать важнейшую транспортную артерию, реку Волгу, по которой снабжение шло между центральными частями страны и югом, ее житницей, там, откуда поступала нефть, продовольствие, промышленные товары. Это был мощный, в том числе и промышленный потенциал, включая и, собственно, сам Сталинград и целый ряд других городов юга России. Значение Сталинградской битвы – общий перелом в ходе всей Второй мировой войны. Враг лишился сотен тысяч опытных солдат и офицеров. Вынужден был отступить с Северного Кавказа, оставить Ставрополье, Кубань, Ростов-на-Дону. В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. В марте 1943 года, под влиянием поражения в Сталинградской битве, немцы очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа и более уже никогда не угрожали безопасности Москвы. Теперь всему миру стало понятно, что СССР не проиграет войну нацистской Германии, а будет и дальше наступать до полного поражения гитлеровского блока. Дело в том, что Сталинград еще весной 1942 года был толовым городом. Рядом с ним по бескрайним Донским степям не было никаких серьезных укреплений, войск. Это был тыловой район Восточного фронта. Но благодаря тому, что произошла так называемая Харьковская катастрофа, когда советские войска потерпели серьезное поражение под Харьковом и открылся фронт шириной 200, а то и 300 километров, то за короткий срок немецко-фашистским войскам удалось пройти сотни километров и Сталинград превращается в важнейший опорный пункт на Восточном фронте, от судьбы которого во многом зависела и будущая судьба войны в целом, и в том числе возможности скорой победы советских войск на Восточном фронте. Из-за поражения под Сталинградом начался кризис в профашистских режимах Италии, Румынии, Венгрии и Словакии. Турция сохранила нейтралитет, ее власти отказались от вступления в войну. Победа под Сталинградом ускорила процесс формирования антигитлеровской коалиции. Ее следствием стала Тегеранской конференции с участием Сталина, Рузвельта и Черчилля в ноябре 1943 года, на которой было достигнуто решение об открытии Второго фронта в Нормандии в 1944. Результатами сражения стал тот факт, что Красная армия приобрела для себя необходимый опыт окружения вражеских сил и последующего их уничтожения, что в дальнейшем очень пригодилось в ходе наступления. Жертвами Сталинградской битвы как с одной, так и с другой стороны стало не только более миллиона человеческих жизней, но и десятки единиц уничтоженной техники, однако важнейшим фактором. Остается ослабление немецкой авиации, что как следствие отлично отразилось на атаке советской армии. Елизавета Газизянова, Универ Новости. 31 января Институт развития городов Татарстана представил концепцию развития экосистемы Голубых озер. В чем она будет заключаться и какое будущее уготовано особо охраняемой природной территории, разбирался наш корреспондент. Голубые озера – уникальнейшее место, которое можно легко назвать гордостью и достоянием нашей республики. Особая экосистема и фауна в водной местности заключается в кристально чистой воде из-за высокого содержания сульфатов, а питаются озера за счет подземных источников круглый год. Независимо от погоды, температура воды составляет от плюс трех до плюс шести градусов. Подобное редчайшее природное наследие требует особых мер сбережения этого водоема. Именно на это сейчас и направляет силы фонд Институт развития городов Республики Татарстан. Концепция на сегодняшний день заключается в том, чтобы распределить туристические потоки по всей территории особо охраняемой и дать людям возможность пользоваться другими активностями, кроме купания в самих озерах. Она включает в себя несколько типологий решений. Мы хотим соединить концептуально большое озеро, малое и проточное, чтобы оно воспринималось одной единой территорией. Хотим распределить туристические потоки по всей территории с помощью создания сети туристических троп и маршрутов. И хотим, чтобы посещение этой территории было максимально щадящим и полезным как для самого человека, так и для природы. 12 тысяч озер в среднем по Волжье, а под некоторым данным даже больше, они относятся к категории 0,1%. То есть это настолько их мало, их всего около 10 именно голубых озер. И то многие сейчас на стадии укасания. И по сути, наше большое голубое, два малых голубых озера и еще озеро Югидем и Зеленый ключ, голубой старец в республике Мариел, только вот эти шесть крохотных водоемов несут в себе черты вот этого уникального типа голубых озер. Новый проект благоустройства голубых озер включает в себя ряд изменений береговой зоны и меры по защите экологической среды заповедника. Так на территории появятся ковороты. Они позволят контролировать туристический поток и имеют свой набор инфраструктуры. Парковка, павильон с прокатом спортивного снаряжения и датчик мониторинга посетителей. Это поможет снизить нагрузку на экосистему и равномерно ее распределить. Ковороты – это входные точки на территорию заказника, которые концентрируют в себе несколько функций. Это, во-первых, парковочные зоны, во-вторых, это КПП со шлагбамом, который препятствует въезд автомобилей на саму территорию, так как режимом опыта запрещено объезжать на машине в саму территорию. Также в этих эковоротах будут точки проката и информационной точки. То есть там будут павильоны, которые будут концентрировать в себе такие функции. Благоустройство Голубых озер, оно включено в общую концепцию развития набережных припарковых территорий Казанкина. И это, ну, так как Голубые озера являются излюбленным местом не только казанцев, а в принципе из Адракстана, да, люди приезжают, то возникла такая идея связать, собственно, Волгу с Голубыми озерами. То есть это такой большой эко-маршрут, и он, в общем-то, реализуется, да, уже разные участки реки Казанкин уже благоустраиваются, и Голубые озера станут одной из точек. Также на территории появятся специальные экотропы, которые позволят организовать досуг для посетителей, а также уменьшить антропогенную нагрузку на озера. Так у туристов появится возможность совершать альтернативные маршруты, а потоки посетителей распределятся в ближайшей к Малому Голубому озеру зоне. Организация экологической станции у воды позволит ежедневно контролировать состояние воды и ее флоры и фауны, а также глубже изучать все аспекты столь редкой среды. Это маршруты спортивные, оздоровительные и образовательные. Плюс допом будут речные маршруты. Часть речных маршрутов будет проходить по суше, непосредственно по берегу реки Казанка. Часть будет вводный, то есть человек сможет взять оборудование, с помощью которого можно передвигаться по воде и таким образом условно кататься по Казанке. Либо на сабордах, либо на маленьких электролодках, либо на каяках, допустим. К сожалению, в последние годы произошло немало печального в жизни этих озер за последние 10 лет в связи с очень сильной антропогенной нагрузкой, в связи с попытками трансформации этих озер. Неправильное было благоустройство в 2013-2014 году, когда озеро спускали большое голубое. И вот эти свойства стали исчезать при антропогенной нагрузке, при трансформации. Они стали исчезать, а уникальные виды стали тоже пропадать. По заявлению фонда Института развития городов Татарстана, работы будут иметь щадящий характер. Процесс благоустройства голубых озер будет затрагивать прибрежную территорию. Более того, ее планируют дополнительно укрепить, чтобы максимально сохранить текущее состояние водной среды. По состоянию как озер, так и самого опыта в целом, мы этот процесс называем экостанцией экологии, а именно Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. Уже в декабре начали эти работы. Они на ежедневной основе берут пробы воды, оценивают ее разные показатели, также оценивают показатели всей территории. И уже в конце этого года мы получим от них результаты исследования, которые подскажут нам, какие еще меры необходимы, допустим, какое у озер состояние на самом деле. Потому что исследования были, но они были не систематичные, у них нет единой выверенной оценки, которая бы нам говорила, что вот у них именно определенно такое состояние сейчас. Имеются различные мнения по этому поводу разных экологов. Работа с территории Большого Голубого озера должна привести к постепенным положительным изменениям, над которыми работает большая команда. Сейчас этот опыт распространяется и на всю территорию особо охраняемой природной территории. Карина Саяхова, Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В Казани состоялся премьерный показ нашумевшей острой сюжетной драмы «Прелесть». Прямиком из столицы России в Казанский кинотеатр «Мир» приехали одни из ключевых актеров ленты. Карина Саяхова расскажет о тайнах на съемочной площадке, как грамотно перевоплотиться в своего персонажа и каково это – играть с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и другими именитыми артистами. Казань, кинотеатр «Мир», «Зимний вечер» и премьера сериала «Прелесть». Зайдя внутрь, мы ощутили на себе все прелести таких мероприятий. Десятки взволнованных гостей, ждущих встречи с любимыми актерами. И громкоголосая конферансье, которая не давала скучать зрителям. Чтобы встретиться с поклонниками, рассказать о подноготной съемочного процесса и ответить на интересующие вопросы, на премьерный показ приехали Федор Федотов, звезда «Серебряных коньков», Равиль Батыров – молодой артист, выпускник Казанского театрального училища и Назар Сафонов – артист труппы драматического театра имени Пушкина. Положительное решение было изначально из-за того, что я знал, что будет сниматься Олег Евгеньевич Меньшиков. Тогда еще, когда мы снимали «Пилот», еще не было Янковского, Филиппа Олеговича, но был Меньшиков, и это уже решило все. Все вопросы отпали. Это совершенно прекрасный сериал в плане том, что он, конечно, тяжелый, он криминальный, такой нуарный, но то, что происходило на площадке, это было совершенно противоположно тому, что вы увидите на экране. Мы подружились с Федей сразу, еще на «Пилоте», а с Лизой мы вообще играем в одном театре. В общем, обстановка была совершенно смешливая, такая очень добрая, дружеская. Вот полная противоположность тому, что происходит по сюжету. Ведущий приглашает гостей в зрительный зал. Свет гаснет, а это значит, что впереди самое интересное. Показ первой серии. По сюжету страшные призраки лихих 90-х возвращаются в провинциальный городок, и их неуемная жадность встречается с последствиями. 46 минут пролетели как один миг. По завершению актеры сериала поднялись на сцену, чтобы развеять мифы о кино, рассказать об истории названия сериала и просто пообщаться с любителями искусства. Мы снимались в сериале, который назывался «Гнать». И когда уже мы его сняли, то оказалось, что погонь на машинах, погонь друг за другом и убегание друг от друга не так много, как столкновений с золотом, с искушением, и не так много, как ситуации, где вот под эту прелесть герои подпадают. И под влиянием этого золота, под влиянием этого золота оказывается. И, видимо, поняв это, креативные продюсеры и весь продюсерский цех, и наш режиссер, они решили выбрать такое название. Сейчас, когда уже вышло 4 серии, мы понимаем, что это, конечно, более точное описание того, одним словом лаконичным, описание того, что происходит с этими героями. Сегодня в открытом доступе 4 серии. Пятая уже на подходе, в планах выход 8 февраля. История о криминале, параллельно идущая с темой дружбы и любви, казалось бы, древняя, как мир. Однако подача сериала «Прелесть», такая темная и одновременно проникновенная, не заставит отечественного зрителя утомиться от бандитских разборок, тянущихся еще и с 90-х. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Анастасия Упаева, Универ Новости. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!